Ну а следующий сюжет смотреть на пустой желудок не рекомендуется, ведь речь в нем пойдет о большом фестивале шашлыка, который проходил в праздничные дни в Северном парке по соседству с куренями. Принять в нем участие Управление по торговле Славянского района пригласило 11 лучших предприятий общественного питания. И вот что из этого получилось. Говорят, что во влажном воздухе восприятие запахов усиливается. Потому, начиная с пятничного праздничного вечера, спокойно пройти мимо Северного парка было сложно. Ведь здесь непрерывно трудились над созданием мясных шедевров – полтора десятка мангалов. Украшенные блюда, на которых дымился свиной, куриный или рыбный шашлык, овощи с мангалов аккуратно ставились на столы. Идущий дождь только добавлял некую камерность мероприятию, но никак не портил настроение. Супер вообще, даже дождь, он какую-то радость. Радость, гармония. Да все классно, нам все нравится. Не помеха дождь нам. Вообще супер настроение. Мы очень рады, что люди ходят все равно и заходят, и все довольны, и все счастливы. Классно. Для особого дня предприятия готовили и особое меню. Славпром украсил шашлыки своего производства пуделями, сделанными из цветной капусты. Дождь нам не помеха. Мы готовились. У нас жарим шашлык. Стол такой хлебосольный. Вино самое лучшее. Так что ждем. От дождя шашлычника надежно оберегал дождевик. А гостей уличного кафе – уютные шатры. Все условия для людей. Все хорошо. Если бы дождика не было, было бы солнышко. Можно ходить, погулять, посмотреть. Каждый год мне интересно, что будет здесь. Ну, в общем, здесь красиво. Мне нравится. Мы давно здесь ходим и всегда очень довольны. Очень. Хоть дождь, хоть что. Мы уже второй раз. Вы второй раз, а мы четыре. Стараемся, конечно, людям создать настроение. Вот сегодня выходили из положения двое ребят и дождь. Пришлось вот здесь им с краешку накрыть. И очень довольные ушли. По-моему, даже получили впечатление. Но не шашлыком единым можно было угоститься здесь. Предприниматель Ахмедов, который держит чайхану на оптовом рынке, приготовил для гостей настоящий узбекский плов и раскрыл нам главный секрет рецепта. Если половую мужчина готовит, это вкуснее будет, чем женщина. Вот это секрет. Самый секрет. А душами там, внутри, душами готовишь, это самый лучший половый будет. Чтобы выбрать шашлык по душе, необходимо было попробовать по кусочку у всех производителей. Выбор мяса, маринад, способ обжарки – всё это влияет на вкус готового продукта. По дедовскому рецепту. Рецепт сейчас не оглашу. Просто от отца сыну передаётся. Поэтому, ну, никто не жаловался. Готовили люди, которые работают у нас за год в конторе, профессионалы. Жарят тоже профессионал, поэтому шашлык получился. Очень вкусно. Секретов не раскроете? Нет. Это фирменный секрет. Около 12 лет в этой сфере доработаем. Поэтому, как бы, секрет, как и у любого мастера есть. Никто не говорит об этом. Праздник очень хороший, великолепный. Ну, погода, конечно, чуть испортила нас. Ну, никто иновать не будет. И гостей мы очень порадуем многими шашлыками вкусными разных блюд. И надеемся, что погода исправится и будем гулять эти праздники. Приготовление шашлыка требует много внимания. Чтобы не пересушить, не пережарить. Тут на помощь приходит автоматизация, которая имеет место даже в этом производстве. Это облегчает, конечно. Время есть на то, чтобы что-то нарезать, что-то сделать ещё. Кроме того, что оно вращается и обжаривается равномерно. Впервые в праздновании Дня района и города принимал участие Кущевский мясокомбинат. Их шашлыки из разных сортов мяса приготовлены только из своего сырья. Потому качество продукта они гарантируют стопроцентное. В большей степени это представление именно своего товара, нашего производства, покупателям, потребителям, чтобы они могли пришли попробовать продегустировать нашу продукцию. Мы регулярно на наших торговых точках, магазинах устраиваем дегустации. Собираем опросы покупателей, кому что нравится, что-то нужно изменить в рецепте или ещё что-то добавить. И таким образом стараемся корректировать продукцию именно под пожелания потребителей. Дождь то шёл, то прерывался. Но работа в открытых кафе не останавливалась ни на минуту все три дня гуляний. Ведь без главного мясного блюда – шашлыка – не обходится ни один народный праздник. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».